Привет! Это проверка ветрозащиты на моей камере. Слышно или нет? У меня слышно или видно или с чего? Я думаю, в такую погоду ничего не слышно. Ну и хорошо. Всерало, наверняка, говорим какие-нибудь глупости. Моноколесо. Ставлю ее к левой ноге. Масса у меня на правой ноге. Я ставлю ногу вот так вот. Масса все так же. После этого я начинаю переносить массу на эту ногу. Держа баланс на колесе. Видишь, я вот не двигаясь вообще могу балансировать. Это неплохо. Это, кстати, для психически уравновешенных людей. На, двигаться одновременно. Руки, а на кладбиот. А как ты поворачиваешь? На наклоне. С наклоном ног. Правую ногу вот сюда вот на кустик. Ну и вот на центре масштаба. Вот так вот. Упираешься вот этим местом, правильно вот у нее. А, я пойму. Великолепно. Мне кажется, это надо на YouTube выложить. Надо, мне кажется, на полусогнутых ехать и центр тяжести понижен сделать. Ладно, что когда человек хорошо есть, он говорит, ну вообще просто так встал, поехал, а в сторону ногу приспал. А ты что, снимаешь? Да? Ну YouTube выкладывать ты хотел же? Тоже хочется? Давай. Следующий. Ставишь и на этой ноге держишь вес. А, это камера. 21 век все-таки. У нас и колеса, и камеры. Ставишься двигаться вперед-назад, чтобы понять, как она ездит. Как это называется? Это намного лучше получалось, да. Центр масс вперед. Вперед, центр масс. Не так, это же назад, е-мое. Чем быстрее она едет, тем лучше. А кто тебя держал, когда ты учился? Я учился об стенку. Это самое лучшее. Ты встаешь, вот у тебя справа стенка, да. И ты пытаешься около нее двигаться. Прокатился по офисному коридору разочек туда, обратно метров пятьдесят. Еще разочек. Вышел и подумал такой, типа, ну, сейчас доеду до дома, и там буду тренироваться в Батьке-Сокольке. Смотри, что-то, ну, вышел из офиса, а у меня трамвайная остановка метров сто. Чего я буду идти до нее? Докатился. Блин. Ну, получается, хреново, правда, ну, получается. То есть, стеночки, махая руками, ну, получается. То есть, в принципе, быстро. Ну, да, и так вот три километра проехал, и все. Вечер они уже будут ездить нормально, да? Да. А ты много отбил себе лодыжек? Нет. Ну, сначала, я помню, я первый вечер себе сбил в кровь вот эти костяшки. Удивительная штука. А, слушай, ты же видел ее, по-моему? Да, я видел, конечно. Я сам свалю, что это угольный. Не свалишься, не свалишься. 120. Я сейчас попробую на этой штуке. А ты стой поближе, потому что там поклое расстояние очень маленькое. Так. Она урчит. Точно? Точно так же. Она уже у меня уедет. Теперь аккуратненько перекидываешь массу. Я сейчас свалю. Вот это но. Ключи выключу. Значит, я выключу ключи. Это что-то новенькое. Вот так вот начали делать. Вот первый тест тебе надо сделать вот так вот. Вот так вот можешь сделать? Пока нет. Может. Мы в тебя верим. Мы в тебя верим. Вот сделай. Не уклоняй ее вперед. Все просто. Она у меня сломалась даже вертикально. Делаешь вот такие вот движения? Нет, я буду сначала держаться за стенку, а потом... О, Кэт, ты встаешь вот так вот держишь за стенку. Ну пока, друзья. Увидимся через три часа. Мне кажется, это очень интересно. Ну вот пяткой туда. Да. Встаю. Держу вперед. Я не могу эту ногу... Прямая нога нужна, правая. Прямая. Не искривленная. Четко прямая нога. Во! О! Видишь? Вообще оттас. Прям почти получилось. Ладно, я считаю, что надо закончить на этом. Ладно, держи. Можно не снимать. Ладно, держи. Ладно, держи. Ладно, держи. Ладно, держи. Я не буду с тобой. Встал и все. Ладно, дум-дум-дум. Что я не его, приятель, звали Антон. Он с борту пожал, любил пиапон. Он не пил, не курил и имел не пицон. Но в решающий строк он не смог, все отважный готов. И дела его пошли поперед. Рюмка в лодке, это не серьезно Рюмка в лодке, голодный диалог Рюмка в лодке, это так просто Рюмка в лодке еще не и так Рюмка в лодке, всего лишь на то У меня был приятель, звали Сергей Он пришел на работу, настоящий фрейм Он зубоков вынимал И к тому же он не был Но в решающий срок он не смог сделать Важный глоток И дела его пошли поперед Рюмка в лодке, это не серьезно Рюмка в лодке, голодный диалог Рюмка в лодке, это так просто Рюмка в лодке еще не и так Рюмка в лодке, всего лишь на то У меня был приятель, голодный диалог Рюмка в лодке, я не знаю У меня был приятель, звали Сергей Он разный час, каждой секреты Я был простодушен, ерунду говорил Рюмка в лодке, но в решающий срок он не смог сделать Важный глоток И дела его пошли поверёд! Брюкка в ботке, это не серьёзно! Брюкка в ботке, бот и диалог! Брюкка в ботке, это так просто! Брюкка в ботке, ещё не бог! Брюкка в ботке, всего лишь злоток! Давай шляп! Брюкка в ботке, всего лишь злоток! Брюкка в ботке, всего лишь злоток! Брюкка в ботке, всего лишь злоток! Володя Соловьёв, спасибо за песню Брюкка в ботке! Брюкка в ботке, всего лишь злоток! Ну вот и всё на сегодня! Спасибо за внимание! С вами был Владимир Соловьёв! Подписывайтесь на мой канал! Ставьте большие пальцы вверх! Оставляйте комментарии, если вам что-то не понравилось! Сходите на концерт группы Можевельник в эту пятницу! Информация об этом есть в описании к этому ролику! Всего хорошего! Какие-то каракули... Что это такое? Какие-то каракули на стене висят... Что это? Какие-то каракули... Что это? Какие-то каракули на стене висят... Какие-то каракули на стене висят... Продолжение следует...